Петербург Петербург Изображено на самом деле это самое явление под названием проституция, причем у этого явления даже есть вполне себе конкретный адрес, если мы говорим непосредственно о данном произведении искусства Репродукцию этой картины можно найти в классическом путеводителе советской эпохи Ярошенко в Петербурге Если мы внимательно приглядимся, то мы узнаем это место, это Невский 20, здание голландской церкви У меня был отдельный выпуск об этом доме, я помещу ссылку в описании под этим видео Что характерно, в этой привилегированной части столицы было категорически запрещено находиться этим публичным женщинам Ну вот вам наглядная иллюстрация того, как эти законы исполнялись А вообще основная концентрация путан была между Владимирским и Московским тогда Николаевским вокзалом Сейчас данная часть Невского прекрасное место для пробулок, обедов, ужинах, может быть романтических знакомств Ну вот выдержка из полицейской хроники второй половины 19 века На углу Литейнова достопочтенный господин Зак подвергся нападению со стороны двух женщин легкого поведения и мужчины, бывшего с ними Отбиваясь тростью, нанес нападавшим телесные повреждения, за что доставлен в камеру мирового судьи Осужден на пять суток ареста Еще одно У самых дверей ресторана Новый Палкин проститутка избила зонтиком скромно одетого гражданин за то, что тот отказался воспользоваться ее услугами Проблема в том, что отрезок от Литейнова до Знаменской площади, ныне Восстание, отличался от фешенебельного Невского в районе мойки морских улиц Еще в первой половине 19 века сюда забегали волки, если верить воспоминаниям Анатолия Кони Но гораздо страшнее были волки в котелках и с тросточками Вот отрывок из книги «Милый старый Петербург» с авторством Пискарева и Урлаба Поздно вечером, около 11, в начале 12-го часа, выползали на улицы города, как мыши из щелей проститутки В это время ни одна девушка из хорошей семьи, ни одна порядочная женщина не могла показаться на улицах столичного города без сопровождения мужчин Были случаи, когда преследования нахальных мужчин побуждали испуганную женщину искать защиту у городового, стоявшего на посту Однако полиция в таких случаях была очень снисходительна к нарушителю порядка И вместо того, чтобы отправить его с дворником в полицейское управление, городовой говорил наставительно нарушителю порядка «Нехорошо, гражданин, приставать к женщинам! Оставьте ее в покое!» А обращаясь к женщине, ставил ей на вид «Нехорошо, сударыня, в такой поздний час являться на улице» На этом и кончалась помощь городового беззащитной женщины Выслушав наставление городового, нарушитель особенно, если он уже был под хмельком, бессвязно бормотал Он, да я так, я ничего, да ведь я вижу И, направляясь в сторону, делал вид, что он больше не преследует эту женщину А пройдя несколько шагов, опять начинал приставать к своей жертве Защиты не было Таковы были нравы столичного города Согласитесь, что эта картина несколько отличается от той помпезной картины под названием «Россия, которую мы потеряли» А мы идем к дому под номером 8486